Устройства наподобие этого с такими же характеристиками в России делают только в одном городе, космической столице страны Самаре. Аналоги такому аппарату в мире можно пересчитать по пальцам. Два инновационных компактных гиперспектрометра ученые Самарского университета имени Королева презентовали специально к знаменательной дате – Дню космонавтики. Оснащенные такими приборами миниатюрные космические аппараты в формате CubeSat смогут эффективнее проводить экологический мониторинг, выполнять задачи умного земледелия, контролировать парниковые газы и проводить разведку труднодоступных территорий и искать там потенциальные месторождения минералов, нефти и газа. Все это прямо с орбиты нашей планеты. До этого мы запускали гиперспектрометр скорее демонстрационный, у которого был слабенький объектив. Но мы получили оттуда первые гиперспектрометные кадры. В общем-то со спутника формата 3У это уже достижение. Вот сейчас у нас будет спутник формата 6У. Здесь стоит уже полномасштабный объектив с фокусом расстоянием 300 мм, что позволяет получить разрешение вплоть до 6 метров по поверхности Земли. Ученые уже давно придумали способ, как создавать изображения, которые состоят не из трех компонентов, а, например, из сотни или двух сотен. Это и называется гиперспектральная съемка. Она используется в аэрофотосъемке и в космической съемке земной поверхности. Для этого и нужна инновационная разработка самарских ученых. Эти приборы как улучшенная камера, со снимками высшего качества для получения более полной информации о нашей планете. Гиперспектральные снимки внешне, на первый взгляд, особо не отличаются от обычных. Если взять обычный снимок и какой-либо пиксель с этого изображения, то его можно разбить на три компонента — это синий, красный и зеленый. А если мы возьмем гиперспектральный снимок, то каждый пиксель можно разбить на множество компонентов. Если их взять и уложить достаточно плотно от самого первого и до последнего спектра, то захватится также инфракрасная область, которая незаметна человеческому глазу, но хорошо видна на приборах. Этот прибор позволяет получить в каждом пикселе 250 цветов. То есть обычная камера три цвета дает, это дает 250. И когда мы с орбитой это снимаем, мы получаем в каждой точке спектр. То есть мы можем посмотреть вот в эту точку. По спектру определить, что здесь не просто зеленый лес растет, а растет дубовый лес, например. Или дубовый лес, в котором дубы там сдавывали или больные. А здесь поле пшеницы, но она явно чем-то заражена. А вот здесь поле пшеницы нормальный. Как отметил Романский Данов, проект гиперспектрометров уже полностью готов. Сейчас сами устройства изготавливают и сборку планируют закончить к середине лета. Этот проект получил финансовую поддержку в рамках федеральной образовательной программы «Дежурный по планете». Эта разработка имеет огромное значение в популяризации космонавтики и космических технологий среди подрастающего поколения. На основе данных, которые будут передавать самарские гиперспектрометры с орбиты, ученые Самарского университета будут обучать команды российских школьников основам анализа и обработки гиперспектральных изображений. Планируется разработать для учащихся соответствующую научно-образовательную программу. Ее рассчитают на несколько лет и включат проведение различных космических экспериментов с использованием компактных гиперспектрометров. Школьники смогут не только побывать на предпусковых испытаниях наноспутников, но и стать свидетелями пуска ракеты-носителя с космодрома. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.